Сегодня Святая Церковь и предлагает нам удивительное Евангелие. Если вы будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешение ваше. А если вы не будете прощать людям согрешение их, то и вам Отец ваш Небесный не простит согрешение ваше. Вы слышите? Если мы будем продолжать носить под сердцем эту змею обиды, злобы, непрощенности, то и сами останемся непрощенными. Если ты врагам не хочешь от души обид простить, то и сам напрасно будешь у Творца того ж просить. Только тот получит милость отпущения грехов, кто с любовью прощает, молит кротко за врагов. Помня заповедь Христову, братья, будем же всегда в мире жить, любить друг друга, зла не помнить никогда. Вот, казалось бы, даже это простое стихотворение пробуждает в нас желание всем все простить. Особенно мне хотелось бы в год семьи посоветовать начать святой пост с примирения в семье, потому что мы просим у прихожан прощения, позвоним кому-нибудь по работе когда-то обидели, а в семье раздор, в семье под сердцем обида, непрощенная. А есть такие, и поверьте, мы из исповедей, из духовных бесед знаем, вот носит жена под сердцем на мужа такую-то обиду и сказать ему не решается. А как же ты живешь? А вот хожу, одна обида к другой, и вот так, смотрите, набухает, набухает, нарывает, болит, мучает, а потом взрыв, а потом раздор, а потом развод. Я посоветую вам, дорогие мои, обязательно, как только произошла обида, постарайтесь сразу примириться. Вы все знаете и кипятили чайник. Когда он закипит, но особенно на огне, на газе, не те, которые электрические, и то там забурлит, забурлит, особенно на плите, как только закипит чайник, сразу крышка начинает прыгать, бурлить, греметь. Что нужно сделать? Нужно отставить чайник. Он немножко покипит, немножко погремит и успокоится. Нужно отойти от человека, который находится в гневе. Может такое быть? Может. Мы падшую природу, имея, часто согрешаем. Вот потому, дорогие мои, так важно начать пост с примирения в семье. И если ты не примирился в семье своей, то и не проси у посторонних людей прощения. Тебе прощения не будет, и твой пост принят не будет. Постарайтесь вот в самом главном очаге своей жизни, в семье, сохранять мир. Бог, я буквально накануне прочитал удивительное святоотеческое наставление. Представляете? Бог позаботился о человеке и создал ему среду безопасной жизни, назвав ее семьей. Вот представляете? Можно жить безопасно в обществе. То есть, если бы у нас не было ни дома, ни крови, все бы жили, вы знаете, вот как вот один город большой, живи, где хочешь, твори, что хочешь. А Бог позаботился, чтобы семья была областью твоей безопасной жизни. Вот там ты чувствуешь, что дверь закрыл за собой и пришел с работы, а жена уже там тебе ужин приготовила, чаек поставила. О чем-то таком дорогом поговорили, детишки встретили, как-то так все. Вот в этом кругу безопасной среды не должно быть злобы, не должно быть обид, не должно быть раздражения, ибо если среда безопасности станет средой взрывоопасности, то ты туда и заходить не будешь. Вот почему мужики остаются куда-то в гараж, пиво попил, напился, пришел дома, жена пила. Что туда идти? Одна злоба да обида кругом. Вы понимаете, откуда дьявол раскручивает эту песчаную бурю? Из среды безопасности. А эта среда безопасности, наша с вами семья. Поэтому я прошу вас, в первую очередь, мужья, попросите прощения у своих жен. У нас всегда есть за что попросить. Всегда. Федор Михайлович Достоевский, умирая, скажет Анне Григорьевной, некогда Сниткиной Достоевской, скажет, Аннушка, за всю нашу с тобой совместную жизнь я не изменил тебе ни разу, даже мысленно. Многие мужчины могут похвалиться вместе с Достоевским, что даже в мыслях не пустил никого, кроме собственной, единственной, возлюбленной твоей жены, которой ты пообещал, еще взяв ее за руку и поведя под венец верность, любовь и веру. Жены всегда могут попросить прощения у своих мужей. Не примените, обязательно придя и попросите у мужа прощения. Всякая жена виновата перед мужем, потому что, если бы перетерпела, не ответила бы на его усталость, на его грубость, сказала бы, ты устал сегодня, милый, пойду я помолюсь за тебя, пусть Господь тебя вразумит. Мы же встретились по любви, прости меня, Христа ради. Господи, ну как у мужчины, у мужа поднимется злоба на такую смиренную, кроткую жену? Он отойдет сам, Господи, что, действительно, что-то меня попутал, что-то я раскричался на такую кроткую, смиренную жену. Жена должна помнить, что она во всем должна быть послушна мужу своему. Вспомните, жены, во всем ли вы были послушны своим мужьям? Я обращаюсь к тем, у кого они еще остались. Потому что те, которые не были послушны, это уже одинокие жены, одинокие женщины, которые выстраивают снова свою жизнь и думают, что вот, дескать, вот он был там неправ. Господи, прости меня, может быть, как раз во мне это была причина развода, почему он ушел к другой. Потому что я пилила, а та ласкала. А я простить-то не могла, а вот надо. Вот почему такой удивительный период поста заставляет всех нас начать со среды безопасности, с семьи. Вот там, к родителям своим, к бабушкам и дедушкам. Не посещали, не звонили, они обижаются. Не приезжаем, не помогаем. А молимся. Поклоны будем делать и поститься будем строго. А там обида на нас. Вот почему бабушкам, дедушкам позвонить и сказать, мама, прости, если жива. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая, помолиться о тебе. Не забывайте о своих родителях. Помните, пока они живы, они молятся за нас. И мы, как дети, всегда можем найти причину, за что попросить у них прощения. За наше нерадение, за наше невнимание, за малую заботу о них. Прости нас, милосердный Господи. И вот только после этого мы можем входить в период Святой Четыридесятницы. Вот только тогда, когда ты простишь, тогда будешь прощен. Ведь это не просто какая-то народная мудрость. Это слова Иисуса Христа. Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и вам Отец ваш Небесный не простит. Сколько у нас грехов, Господи! Если кто-то на меня там что-то сказал или прогневался, обидел меня такого большого и великого, а я на Него еще надулся, я еще Ему обиду не прощаю, не разговариваю, а ты вспомни свои грехи, всю грязь внутреннего твоего мира. И вот в этом всем ты пред Господом предстанешь, а у тебя вот там огромное количество. И Бог скажет, ты вот этому человеку такой мелочи не мог простить, а сам пришел с таким количеством грехов. Как же мне тебя прощать? Не будет тебе прощения. Ты не выполнил мое благословение, пока жил на земле, ведь я тебе сказал, у тебя была возможность получить прощение всех твоих грехов. Как, Господи, всем самому все простить? Вот почему мы перед чашей напоминаем. Приступайте к чаше тех, кто примирился в сердце своем и от души всем все простил. Только тогда и к чаше можно подойти. И к чаше нельзя приступать без примирения, без прощения. Всем все прощаю, Господи. Вот все, кто меня обидел, ранил мою душу, опустил до земли, до самой грязи мое имя у чаши, я прощаю. И ты меня, Господи, прости. Вступая в Великий Пост, Господи, всем все прощаю. Вот потому, дорогие, это первое условие вхождения в пост. Второе, это то, что сказал нам Спаситель. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Среди фарисеев в народе Израиля были даже такие касты фарисеев. Они очень были книжные, начитанные. Это был такой период печали, тоски. Они даже не умывали рук, даже специально мазали лицо. Они даже ходили грязные, потому что был пост. Вот Господь, видя такое пощение своим последователям апостолов и ученикам, говорит, не будьте, как фарисей. Умойте лицо свое, не ходите грязные, будьте чистые, будьте радостны, потому что вы вступаете в период очищения. Вы входите в период ожидания Пасхи Христовой. Вы входите в период преображения собственной души. Разве может это быть предметом вашего какого-то огорчения, печали, тоски? Нет, наоборот, это такое время благодатное, когда можно почитать больше Писания, меньше пищусь о столах, меньше заботиться о еде. Ты не находил время почитать Евангелие? Вот тебе время. Ты не находил возможность помочь маме? Вот время. Вот почему вот эти слова, сказанные Господом, они ведь не просто сказаны, для того, чтобы батюшка сам вон их повторил, для того, чтобы мы услышали и сделали, потому что блаженны слышащие Слово Божие и хранящие, то есть исполняющие Его, истинно говорю вам. Ты, когда постишься, помашь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который втайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Ну, а милосердствовать нам поможет третий совет, который сегодня дал нам Христос. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Вы слышите? Люди думают, вот чем больше у меня будет сбережений, тем безопаснее будет моя жизнь. Вот на карточке накоплю, а все может вообще в один миг закончиться. Что ты накупил столько одежды, посмотри, сколько уже моль поела. Не собирайте себе богатства на земле, говорит Господь. Ну, сколько нужно, пользуйся. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. А что значит сокровище? А вот сокровище вот в тряпках, в вещах, в модных одеждах. Вот там и сердце твое. И вот пост дан нам для того, чтобы мы вот это земное сокровище, тленное, то, которое мы не сохраним и в любом случае не заберем с собой, в гробу карманов нет, говорят, ничего, что ты купил, приобрел, собрал, сохранил, не унесешь с собой на небо. А вот если сердце твое будет на небе, вот где твое сокровище? Упование мой отец, прибежище мое сын, покров мой дух святый, троица святая, слава тебе. Вот где мое сокровище. Значит, все, что ты будешь шуметь на земле, ты к нему прилепляться не станешь. Богатство аще течет, не прилепляй к нему сердце своего, говорит нам Священное Писание. Ну, пришло, слава тебе, Господи, еще есть чем помочь. Но не стремись, не болей, не заражаешься этой язвой, стремление к наживе, как можно больше, больше, деньги решают, все, денег нет, ничего не решим, все решает Бог. Вот это и есть главное откровение Прощенного Воскресения. Не простишь, никакие деньги тебя не спасут, хоть миллионы имей, а простишь, еще другим поможешь и прощен будешь. Видите, какая простая наука спасения. Итак, дорогие братья и сестры, постараемся не впускать обиду даже в мыслях. Если вдруг залетела, как песчаная буря, не ослепляйте глаз своих. Смотрите муж на жену с любовью, жена, не смотри со злобой на мужа своего, не опусклай своих обиженных глаз. Подойди и скажи ему два теплых слова. Милый, прости и все куда денется. Так и муж, прости меня, ведь мы с тобой встретились по любви и ведь обещали всю жизнь пройти вместе рука об руку. Прости. Это удивительное слово, которое можно поистине назвать волшебным словом. Оно творит чудеса. А ну-ка, муж сегодня придет к жене свои такие слова скажет, точно глазки у нее заблестят. Да что там придет? Мне с высоты амвона видно, что уже и у многих из вас глазки блестят. Это чудесное такое, чудодейственное слово. Прости. Завершить мне хотелось тем, что указал нам святой апостол Павел к римским христианам. Братья, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Вот ты пришел к вере, только начал ходить в церковь, теперь вот в преддверии поста к тебе спасение еще ближе, потому что ты уже начинаешь правильно жить, ты уже начинаешь правильно устраивать свой духовный мир. Ночь прошла, говорит апостол, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения плоти не превращайте в похоти. Нужно поесть, поешьте. Один из святых так сказал, если ты хочешь поесть, поешь, если хочешь попить, попей, если хочешь поспать, поспи, но всегда помни Господа и как можно чаще говори, Боже, будь милостив мне грешному и спасешься. Аминь.